Здравствуйте, меня зовут Раиса, я из Киева. Добрый день, Надежда Кропивницкий. И я сегодня предлагаю поговорить об этапах построения Созидательного общества. Я зачитаю этапы построения Созидательного общества. Первый этап – этап информирования. Это информирование человечества о Созидательном обществе. Каждый неравнодушный человек может проинформировать о Созидательном обществе максимально возможное количество людей. Это то, что сейчас активно делают многие добросовестные, порядочные люди из разных стран мира. Очень важный этап. Я почему предлагаю сегодня именно об этом поговорить, потому что я вчера столкнулась с ситуацией. Я сейчас живу у дочки на какое-то время, и вот познакомилась с соседкой. Мы с ней вчера прогуливались, разговаривали о разном. И, конечно же, я не могла не рассказать о Созидательном обществе. Вот когда я начала рассказывать, как бы соснулась с многими вопросами. Собственно, с теми вопросами, с которыми и я сталкивалась, когда первый раз узнала о проекте Созидательное общество. «Сознание не дремлет», оно, собственно, зовёт одни и те же вопросы. Конечно же, после того, как я рассказала, соседке понравилась эта идея «Восемь основ». Она была совсем согласна. Она говорит, ну так что же делать? Вот что я сегодня могу сделать? Ну, я говорю, первый этап информирования. Она говорит, ну хорошо, а что ещё? И я не нашлась сразу, что ответить ей. Но переспал ночь, сегодня утром проснулась, собственно, с таким каким-то не очень хорошим состоянием здоровья. И сначала думала, что мы с Надей поговорим о здоровье в Созидательном обществе. Но потом я как-то решила остановить этот процесс думания о здоровье. Вспомнила песенку о Созидательном обществе, и она начала во мне звучать. Я заметила, что настроение моё поменялось, мысли поменялись, и вообще жизнь стала прекрасной. И я вспомнила о нашем разговоре с соседкой. Думаю, как это я не догадалась сказать, может быть, даже о самом главном, что он может делать каждый человек. Да каждый человек уже сегодня может строить это Созидательное общество. По крайней мере, он мысленно это может делать. Ведь мы знаем, что мысль — это большая сила, мысль и наше внимание. И сколько разных уже психологов и философов. И, в общем, многие люди говорят о том, что мысль очень важна. Если бы люди знали о том, с какой силой обладает мысль, они бы очень осторожно относились к своим мыслям. И очень бы их старались не допустить агрессивных плохих мыслей. Потому что они понимали, какая сила в мысли, и что наши мысли творят действительно. И вот, как бы, собираясь объяснить это соседке, я сама себе это объяснила. В который раз уже о том, что первое, что мы можем сделать, — это думать и мечтать о Созидательном обществе. Потому что то, о чем мы думаем, то и происходит в жизни. Раечка, ты говорила еще, что у тебя подруга психолог, и она когда-то провела эксперимент записи. Можешь рассказать кратенько? А, да-да. Вот у меня, я вспомнила еще свою подругу-психолога, которая проводила эксперимент и записывала свои мысли. Она решила этому посвятить свой выходной, когда она ничем таким не была занята. И вот она начала их записывать и говорит, я записала 250, их было еще больше, но я решила остановиться, потому что мне просто надоело их записывать. Конечно же, мысли были все время негативные. И у меня появилась такая ассоциация. Сейчас весна, все как раз заняты сельхозработами, на дачах работают. И вот у меня пришла такая ассоциация. Если мы что-то посеяли и хочем что-то хорошее вырасти, ведь мы регулярно прорываем бурьяны, пропалываем, потом подживляем, очень старательно ухаживаем за теми растениями, которые мы хотим вырастить. А ведь мысли точно так же, если их не контролировать, если не проращивать, если не вырывать бурьяны, так эти бурьяны просто заглушат все полезные наши растения, так же, как и хорошие наши мысли. Их просто не видно будет за плохими, потому что сами по себе мысли хорошие не придут. Их надо взращивать, как и все хорошее, и любовь, и хорошие чувства, и хорошие отношения. Все надо строить. Вот об этом я как бы, когда подумала, что об этом можно было сказать своей соседке, я сама наконец-то в этом начала еще раз разбираться. А давай споем песню. Я вообще хочу сказать, вот многие люди задают вопросы, как избавиться от плохих мыслей. Но мы знаем, что плохие мысли все равно будут приходить и избавиться от них, как бы совсем, чтобы они приходили. Мы не можем, как и от бурьянов. То есть они все равно будут прорастать. Просто главное не давать им разрастись. И у меня, например, есть свой метод, который мне очень помогает. Это песни. Может, потому что я люблю петь, в принципе, и в детстве очень много, и в молодости очень много пела. И мне много песен как бы в голове. И вот когда что-то я хочу переключиться, очень резко и быстро, я сразу начинаю вспоминать какую-то позитивную песню. И вот я ее просто мысленно пою. Но сейчас мне помогают песни о созидательном обществе. Тот же «Гимн человечества». Я, правда, кроме припева пока ничего не выучила. У меня есть свои две песенки о созидательном обществе. «Вместе мы можем» и «О созидательном обществе». Вот я их пою, и эти как бы все бурьяны заглушаются. Хорошо, давайте я вас пою, припьем. «Вместе мы можем, вместе мы можем, вместе мы можем сделать все, вместе мы можем, вместе мы можем, вместе мы можем построить СО». Это припев одной из песенки. Спасибо, друзья, спасибо, Раечка. В добрый час, созидательное общество. Спасибо. Спасибо.